всем привет 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 дорогие друзья доброй ночи midnight loft онлайн по расписанию точно вовремя начинает свой очередной ночной эфир сегодня у нас в гостях замечательный пианист владимир петров этот участник лофт филармонии вам знаком по лимитированной серии проекта которая это было собственно была шестая серия насколько я помню это было 2 июня и прошлый сезон 2019 года он был очень-очень напряженный было 33 лофт вечера и вот вова принял участие как раз в тридцать втором то есть это это уже была такая отметка когда мы работали на пределе работали в три смены и лимитированная серия проекта в том году была посвящена эпохи романтизма такие вот редкие и знаменательные вещи звучали было было очень интересно было много посетителей очень много таких позитивных впечатлений осталось много экстрима много драйва и уже практически вот предвкушение завершения сезона мы были на самой кульминации очень воспоминания самые что ни на есть лучше и вот сегодня как раз мы пообщаемся на тему лайфхаков на тему позитива на тему того как продвигаются дела на сегодняшний день дела профессиональные дела личные но в общем сегодня будет не скучно это я вам гарантирую ну вот мы приглашаем нашего участника в студию так привет вова нет но дубль 2 надо проверить связь слышно ребята да хорошо видно по крайней мере слышно мне хорошо как всем остальным отлично сейчас будут писать я напоминаю правила нашей игры дорогой аудитории если вам очень сильно захочется вы можете писать комментарии я не гарантирую что мы их прочитаем потому что иногда мы очень сильно увлекаемся диалогом вот но постараемся обратить внимание вовремя ну и так начнем же нашу супер игру мои дела очень активно ты знаешь очень активно в активной фазе каждый день я веду мидная плодка онлайн полночь а раньше и два раза в день был еще второй полуденный да скучаешь по этим временам на самом деле нет потому что интернет настолько перенасыщен эфирами и всякой разной информации что и телефон взрывается и в головах взрываться от всего того что можно увидеть так что нет один эфир в день хорошо правильный выбор что оставила не утренний формат очень удобно никто в это время особо ничего не делает из эфиров именно вот то есть в россии по крайней мере я не вижу других эфиров ну знаешь мне просто показалось какой-то момент что это очень концептуально потому что видна это такое знаешь время полночь это для музыканты понятное время время превращение пробуждение каких-то чувств действий эмоций хочется творить в это время и вот я решила это правда потому что музыканты в принципе в основном хотя есть исключение ночные люди абсолютно верно сова вот этот карантин ответил как бы на сова или жаворонок ну понятно сова так этот карантин для тебя что он для тебя самая самоизоляция проходит расскажи ко мне ну вообще нормально ну из новенького это вот такой эксперимент эфир это мой дебют пора и мне да знаешь вот честно говоря для меня это полнейшая неожиданность потому что мне кажется ну вот есть люди знаешь вот все таки среди музыкантов есть экстраверты есть интроверты но мне кажется ни для кого не секрет что все таки ты относишься к экстравертам таким причем даже я бы сказал агрессивным экстравертам ты любишь общаться в принципе вот тебе есть что рассказать есть что показать всегда поэтому я удивлена что у тебя дебют хорошо алиса на самом деле это все неправда но но как тебе сказать в принципе от любых каких-то от любого процесса именно активности в сети я не получил никакого удовольствия на самом деле но как бы что поделать 21 век а именно наш год нестандартный да который требует нестандартного подхода наверное так вот но в принципе я понимаю и даже год назад когда мне было инстаграма я для меня это было совершенно все чуждо вот каждый раз на самом деле это с преодолением но все-таки мы артисты делаем вид что что все так и должно быть как бы не очень комфортно это мы выходим из зоны комфорта на сцене но изначально и как так что мы учимся вот на протяжении всей жизни это преодолевать делать что так должно быть вот как-то так но я очень рад здесь быть на самом деле потому что я опять же повторюсь я твои эфиры смотрел и смотрю с большим интересом вот они заходят замечательно я уверен что аудитория это подтвердит если вы сейчас сердца нам шлют это тебе шлют сердца вчера вот не было сердец я точно знаю слушай но вова у меня очень много как бы вопросов к тому что ты уже сказал просто я буквально негодую меня разрывает на куски вот давай постепенно я пройду этот путь но первое то есть как бы ты сейчас уже исправился и сказал что в принципе сейчас тебя никто не заставлял выходить в это окно ты сейчас все подумают что я просто но вот я пошел на этот эфир в принципе в данных сложившихся обстоятельствах потому что в иных я скорее всего скорее всего все-таки уговорил бы тебя на оффлайн если там вот какой-то вот такой другой формат потому что я опять же говорю что ну ладно я уже все сказал по этому поводу ну вот возвращаясь к твоему инстаграму просто очень интересно ты говоришь ты его начал только год назад просто не то чтобы меня так это сильно интересовало я просто хочу отметить насколько успешное начало успешно начинание потому что даже если посмотреть по количеству подписчиков по тому контенту который ты выкладывал в начале да и выкладывать сейчас все таки разница огромная и если уж говорить про контент вот тут вот конечно алисочка провела мониторинг определенный вот просто у нас есть с тобой нечто общее то что не находится на поверхности все думают что у нас общее это проекты как бы то что мы например пианисты то что музыканты но ребят на самом деле не это самое души щипатели у нас у нас с вовой даже вова не догадывается чем я сейчас скажу хотя уже может быть немножко догадывается у нас общее такое guilty pleasure причем guilty pleasure которым я на самом деле вообще не отличалась до прошлого сезона вышел такой замечательный фильм по поводу фредди мэкрио да то есть как бы его жизнь и жизнь queen и тут меня бомбануло при том что я никогда особо не увлекалась творчеством то есть мои родители конечно как и все ваши родители тоже этим были увлечены всю жизнь дослушивала все это до дыр и много раз звучало у меня дома но мне это было абсолютно как стенку горох до определенного момента пока я не посмотрел этот фильм он мне понравился и естественно произошел в моей жизни такой неожиданный момент когда мои друзья решили пошутить надо мной и очень устроили мне челлендж и я сыграла там в общем это богемскую рапсодию записалось это дело на телефон и это был самый успешный ролик и тут сети параллельно параллельно галактики истории нахожу конкурирующую фирму конкурирующая фирма которая пишет камеры и которая там отличается тем что значит ну какие там у тебя были дестселлеры ну элвис прессе love me tender конечно же потом значит поясню конечно же это был тоже queen да это love of my life насколько я помню значит на убитившем фортепиано аккорд что придает придает такого колорита такой атмосферности совершенно потрясающе душевное экспрессивное исполнение этими пианистическими руками взглядом на камеру просто топ заходит вот я вам хочу сказать я вот на такие вещи абсолютно не допустим я должна признать талантлива черт возьми вот талантлива ну это на самом деле все эти вот фредди меркьюри и элвис пресли я очень люблю эту музыку и вообще фредди меркьюри не по фильму я его для себя открыл я его с люблю это мой кумир я считаю что с него вообще надо брать пример нам даже академистам потому что это талант просто невероятно это чрезвычайно одаренный человек это что он делал просто сравнится то есть если бы он занимался чем-нибудь другим чем-нибудь более академичным то мы добился определенного успеха вот ковера я действительно очень люблю ну как когда это не совсем ковера я просто люблю подбирать что-либо это действительно такой guilty pleasure потому что первое что я делаю сажать инструмент я что-нибудь импровизирую в свободном стиле или или в середине или после занятий вот действительно это очень люблю есть советую всем я не считаю что я умею это делать это очень сейчас серьезно прибедняешься потому что это здорово это делаешь я более скажу не каждый музыкант дорогая аудитория вообще к этому как бы нет способности потому что большинство вот то что написано в тексте то и играем я хочу сказать что это точно развивается и камерное музицирование алиса это действительно развивается каким образом вот неизвестно то есть известно почему импровизация помогает во время исполнения то есть все боятся забыть текст и это в принципе возможность не испугаться на сцене и вернуться лучше чем сделал композитор да конечно вот мы все занимаемся иногда действительно получается иной раз на уроке там профессора шутят типа ну так тоже неплохо так тоже хорошо почему помогает камерное музицирование потому что да и в принципе музыка интерпретации точнее основывается на это искусство оправдания то есть ты играешь бывает музыканты такую чушь играют в первом первой половине предложения а потом это каким-то образом оправдывается какая-нибудь аргерис порой сейчас может так необычно начать предложение а в итоге это оказывается убедительно вот музицирование с хорошими людьми на этом и основывается ты и на репетициях тем более на сцене не знаешь что сейчас выдаст тебе музыкант и ты должен подхватить и сделать это убедительно да но тебе это удалось в лофте на все 200 процентов ты знаешь я вспоминаю этот перспоменц я вспоминаю его самыми лучшими теплыми словами нет на самом деле здесь никакой лирики потому что дорогие друзья там была программа будь здоров там как бы было трио думки дворжика там был штраус фортепианный квартеток на секундочку то есть будем откровенны особенно фортепианный квартет это просто смерть под парусом то есть это как бы надо учить там лес ноты там как бы очень все очень непросто и сложно для всех игроков вот на самом деле ты знаешь меня не покидает идея что нужно будет как-нибудь крыса повторить уже спокойное время вот я хочу спросить вот сегодня вспомнил у тебя миссиян наверняка звучал правильно да квартет на конец времени да это был 16 марта 19 года да играл емельянов с командой вот так что да уже был пассажир такой но идея плохая учитывая как бы обстановку ты знаешь я понимаю откуда растут ноги у этого вопроса если если в зиле сейчас в лофт филармонии будет возможно какие-то какое-то количество может быть онлайн концертов потому что не то чтобы меня это сильно радовало но просто мне кажется что эта опция расхлопнется первое я думаю что можно будет на эту тему как-то фантазировать подумать да во всяком случае это платформа твоя и так жила онлайн отчасти ты все это выставляешь все это все видят и большими кусками то есть практически они вот живут очень у меня практически виртуальный зал ты знаешь вот самое страшное вот не поверишь это ты хорошо заметил надо мной практически но не то что смеялись коллеги они говорили слушай ну таскаешь на себе эти камеры штатива да и так каждый раз но может быть не надо так вот как-то за этот контент сражаться я говорила нет нет это мой проект это архив это же гордость вот я когда мне будет 90 я буду пересматривать но вообще смотри вова пока что мне не 90 а пересматривать я уже начала и причем пересматривать начали абсолютно все то есть в принципе гордость сейчас в чем то что все организации ну в общем как бы стоят так в общем не особо ничего не делают не проводят ночные онлайн а то есть как так загнулись так ушли слились вот а у нас есть что показать этот креатив не заканчивается поэтому оказалось что это было правильное решение хотя это чисто совпадение это вот чисто какая-то моя инициатива повезло вот так но хотелось бы сказать что вообще на самом деле неплохо вести архив любому музыканту своих записей не стыдиться их выставлять периодически заниматься контентом как таковым хоть ты и сказал что это на самом деле выход из зоны комфорта и кстати говоря это как раз та самая хресовая пята которую все очень боятся когда я затрагиваю в разговоре потому что вопрос такой вот вот зная все вот эти вот наши печали и радости ну давай честно давай честно музыканты занимаются тяжелейшим трудом то есть это нагрузка физическая это нагрузка эмоциональная это нагрузка ну чисто умственная да потому что то количество текстов которые мы пропускаем сквозь себя и чтобы это было сильно музыкальное произведение это обалдеть какая работа на самом деле да но часто в таком вот ну совершенно возбужденном состоянии начинают представить люди вполне себе реальные такие как ну какие-нибудь репортеры там да дайте-ка интервью там давайте вы скажете пару слов на камеру как раз до концерта что больше всего всех всегда а давайте мы запишем ваш концерт хотя ты об этом еще вчера не знал да то есть вещи какие-то облавы вот твое отношение ты уже к своим годам вот своему кому-то карьерной какой-то точки на сегодняшний день ты выработал отношения и самое главное алгоритм своих действий как ты на это реагируешь да конечно же уже выработал я абсолютно против всяких контактов с журналистами до концерта я всем очень доброжелательно говорю да да но после вот пожалуйста подойдите ко мне но после вот это так но некоторые спокойно совершенно дают интервью за две минуты до выхода на сцену и концерт проходит так же успешно нет мне все-таки нужно немножко личного пространства перед вот а после да особенно после это приятно потому что на вот на каком-то ощущение адреналина это всегда очень легко идет затуманено немножко сознание и одновременно но работает быстрее вот так что нет я за и я думаю все за и но и все выходят все равно из зоны комфорта и должны потому что часть важная это просто это просто наше время такое и нужно это попытаться понять хорошо нет с этим я согласна а вот если допустим мы пойдем немножко так сказать шире возьмем а если во время вот как в локте да существует модерация когда слово по сути объединяется с музыкой то есть но вы же музыканты вы же как бы артисты вот насколько по твоему личному мнению ощущению это ну кощунство с моей стороны и издевка либо это как бы тоже вот вынужденная мера тренировка насколько это хорошо или плохо ну как я к этому отношусь ты уже знаешь на самом деле ну я знаю они знают публика но вот ты правильно задала вопрос это абсолютно имеет место быть и скорее всего больше людей будут за чем против и публика непрофессиональная скорее всего вся будет за это я понимаю мое мнение такое что можно было бы разделить все-таки выступление с вот этими модерациями не конкретно в твоем фестиваль проекте а в принципе это важно быть ближе к публике и важно действительно просвещать потому что обыватель ну не всегда же мы слушаем актура шопена да вот это можно и я это вижу например в мексике есть замечательная филармония где в прошлом сезоне играл маслеев между прочим где все это устраивается до концерта все официально есть афиша концерта а есть афиша той самой модерации полчаса час это целая лекция где есть своя публика которая вообще это пользуется спросом приходят и это целая лекция о том что вы услышите ты знаешь есть такой формат не только в мексике есть еще такой формат сейчас сильно удивишься и в россии в том числе в санкт-петербургской допустим филармонии когда действительно продают билеты на концерт и говорят людям о том что вот есть необязательная опция то есть этот билет он позволяет пройти за 40 минут до концерта и вот эти вот 40 там я не знаю полчаса отслушать из первых уст какой-то такой материал а иногда кстати говоря они это не связывают с артистом то есть иногда это делает артист который идет играть в концерт либо это делает теоретик который ну такой вот не деревянный теоретик в смысле который таким вот голосом постановочным рассказывает а какой-то ну такой антроэнер какой-то человек который ближе к народу ближе к сцене но это очень интересный опыт и очень интересно затронул тему вообще двух миров по сути вот смотри ты живешь на два дома у тебя как бы два континента два мира Причем два музыкальных разных мира Вот смотри Концертная деятельность в России И концертная деятельность В той же самой Мексике Давай так В чем разница для тебя И в чем все-таки какие-то схожие точки Вот расскажи Как ты соединяешь в своей жизни Два этих мира совершенно разных Я закончил Быстро предыдущую тему Я просто считаю Почему надо разделить Эти два фактора Потому что Сцена Конечно консерваторское Мнение Сцена это Вот как Растропович когда-то сказал Даже настраиваться на сцене Не надо Выходить нужно уже как актер на сцену Ты уже в образе Уже несешь выходя Образ данного произведения И если ты начнешь А уже после спектакля Люди уже видят Актера То есть Обычного человека Который улыбается Уже Не находясь в образе А если Модерация Прямо на сцене То Даже не сколько для музыканта А сколько для публики Публика ведь чувствует И атмосферу Которую Создает музыкант А если Нет Ну бывает конечно такие Допустим Если Плетнев начнет говорить Со сцены То человек почувствуется И атмосферу ее В словах Но в целом Вот такое у меня мнение Что Я с тобой Не совсем могу согласиться Потому что Смотри Я понимаю твою мысль Я понимаю Что вот есть образ Есть какое-то действие Которую ты не хочешь нарушать Но если Сегодняшний мир Вот сегодняшний реалии Построены по такому Как бы Принципу Что Человек Ну средний такой Да Который в принципе Даже что-то понимает Музык Ему что-то нравится Он музыканта Хочет воспринимать Не как человека Стоящего на педестале Как никакого-то небожителя Да Но тут нет Элементов Понебратства То есть Тут нет Какой-то подмены Понятия Я не хочу Опустить Да таким образом Музыкантов До какого-то там Уровня Я не хочу С кем-то сравнивать Я просто хочу Сказать Что музыкант Это не только Ну как бы Ремесленник В самом лучшем смысле Этого слова Это не только Проводник самой музыки Сколько это еще И просветитель Это артист Понимаешь Понятие артиста А это же Образ собирательный Артист Он может просто Выйти Будучи музыкантом Не взять ни одной ноты Просто выйти Посмотреть в зал Это Да Вот выдержать паузу Он может взять В руки микрофон Он может сказать Два слова Это будет модерация То есть это не будет Что так вот Он может даже просто Объявить свое произведение Так Что все будет понятно Если нужна Нужна такая опция То есть Я вот Не пытаюсь тебе доказать Что туда Не пытаюсь Как бы Твое какое-то мнение Сформированное Оспорить Просто я поясняю Свои мотивы И мне просто интересно Насколько это Ну как сказать Вписывается Вообще Вот В твоем понимании В современную Вот жизнь То есть ты понимаешь Что я хочу тебе сказать Когда сидят люди Молодые Они хотят Как бы больше проявить К тебе какого-то участия Понимая Что ты Ну просто человек Допустим Просто ровесник Да Но при этом У тебя есть определенные качества Которых допустим Нет у них Это Да Это На самом деле все правильно Людям это нравится И я знаю И не только По твоему проекту Люди и предлагали Такое им На самом деле Все это нравится И это правильно Я наверное все-таки Свое мнение просто выражаю Я с удовольствием Послушаю артиста Вот Сколько угодно До концерта Но чтобы он между произведениями Просто не вставал И не продолжал что-то говорить Лично я Вот А вот по поводу следующего вопроса Концертная жизнь Разница Ну вот чтобы Как-то разделить Ясно Нужно конечно Понимать Российскую кухню Я на самом деле Не очень хорошо В этом разбираюсь Но в отличие от тебя Наверное Я могу тебе помочь Можем обсудить Так что да Так что давай вместе Это обсудим И проведем Параллели Я могу рассказать о России Это будет буквально В двух словах Это будет очень коротко И ты сможешь только Покивать И сказать да И как бы дальше Мы сделаем вот так Миру мир И все Нет на самом деле В России как дела обстоят Я буду очень краткой У нас огромное количество Талантливых людей Которые получают Прекрасное образование Нормально? Ты со мной согласен пока? Это все очень грустно На самом деле Нет-нет Я буду рассказывать Это на позитивной ноте У нас позитив Давай Давай Вот Консерватория выпускает Огромное количество кадров Которые способны Вести концептную деятельность Вот К сожалению У нас нет Совершенно никакой Агентской сети Точнее у нас есть Монополия В лице филармонии И как бы Слава богу Что она есть Ну и как бы Филармоническая сеть Работает по всей России Направляя артистов Жонглируя ими Они играют концерты Но Прикол состоит в том Что если привести Просто быстро Очень цифры В Московской филармонии Порядка там Сотни солистов Ну плюс Два оркестра Там хоры Да это все понятно Нас интересуют только солисты Причем опции Как бы камерных ансамблей Нет Но об этом мы даже Не будем распространяться То есть есть Короче говоря Сто человек От мала до велика Которые вот там Где-то катаются И как-то пытаются Заработать себе Концертами на жизнь Это хорошие Достойные Прекрасные люди Мы не будем сейчас Внедряться в никакие нюансы Вот Но Консерватория ежегодно Выпускает Только русских Я сейчас беру Только русских студентов Порядка 250 человек По всем специальностям Вы скажете Ну не все хотят играть Не все на это способны Я скажу Да Я скажу 50% Хорошо Вы скажете Это много Возьмите 30% От этой суммы Возьмите 20% Но это ежегодный прирост Люди Которые выигрывают конкурс Люди Которым есть что сказать Люди Которые действительно Этим занимались Всю жизнь На прекрасном уровне И в общем Вот здесь вот Ты можешь Вова подключиться Что у нас Какая ситуация Люди вынуждены Уезжать В поисках работы Рабочих мест Концертов Менеджмента И так далее И так далее То есть Существует большая Несправедливость При таком огромном Количестве кадров И замечательных Умов Талантов У нас совершенно Нет саппорта А в стране О которой Ты сейчас расскажешь Ситуация Несколько иная Насколько я понимаю Да Это все очень Очень плохо Очень грустно Потому что Я сам знаю Только я знаю Сколько музыкантов Лауреатов Конкурсов Которые спокойно Могли бы справиться С любой концертной Нагрузкой И очень талантливо Но у них Они просто На еду не хватает И у них нет концертов Это просто Мне на самом деле Непонятно Потому что Вот даже Вот такая платформа Как у тебя Ты собираешь Замечательных Известных И не всегда известных Музыкантов Да И это все Почему-то Не востребовано Не монетизируется Как должно Было бы быть Почему Это так происходит Непонятно Ведь Заменитые артисты Берут Неоплачиваемые Гонорары А здесь Музыкант Перспективный Который не возьмет Тебя таких Больших гонораров Вот А результат будет один То есть Придолженная реклама Это замечательный проект И И вам И нам Почему это совершенно Не развито в России Непонятно Что касается в Мексике То Ну Как и во всем мире Можно Разобрать Вот Бизнес Арт-бизнес На Государственные Заказы Да Государственные проекты И Частные Да Пардюсерские Если мы говорим О Государственных То Политика Такая Это Фестивали И это Это не парад уродов А это Действительно На каждый регион На каждый штат А в Мексике Их 32 То есть На каждый штат По несколько Фестивалей В год И это Действительно Серьезно То есть Возьмем Мой город Там Население 2 миллиона То есть Возьмем Не знаю Челябинск Да В сравнении Пять Пять фестивалей Четыре из которых Международных И это Крупные фестивали И это все На Государственной основе Муниципальной И это крупно То есть И каждый Имеет свою тематику То есть Там полный комплект Не только Академическая музыка Там И танцы И Рок-поп Концерты И Изобразительные искусства То есть Целый коктейль И Вот Тематики Там Танцы Или это Свободная тематика Там Джаз Может быть Или это Барочный Фестиваль Тоже В нашем городе есть Где По канону Строго Привозят Старинные инструменты На них Огорают То есть Это только На наш город Пять Фестивалей А вообще Это веха Фестивальная Держится На Там С десяток Крупных Действительно Очень серьезных Фестивалей Которые Там Ну С десяток То есть Почти каждый месяц Это Один заканчивается Следующий Начинается И что самое Поразительное Это Такая политика Что если это Государственная поддержка То Это абсолютно Бесплатно Для народа Ты можешь себе представить Ну я-то могу У меня лох Сколько лет Был бесплатно При том что все-таки Слушай Я-то могу Нет Но я добавлю Государство оплачивает Все гонорары Любые Привозят Хоть в Мариинский театр Хоть в Большой театр Все им оплатят В ложной степени А народ Собирается там На площадях По десять тысяч И больше Я не осведомлен В этих цифрах Бесплатно Абсолютно Бесплатно Это конечно Срывает крышу Абсолютно Да Потому что Такой саппорт Об этом мы можем Только мечтать И главное Какая цель Цель просвещения Людей Наконец Да То есть Не одурманивание Того как у нас Просто это происходит У нас как бы попса Да Потому что смотри Мы знаем Ну именитых продюсеров Да Чем они занимаются То есть когда они говорят Мы продвигаем Ну хорошо Не классику Вот я даже приводила Пример в предыдущих эфирах Там кроссовера Да Которые завернуты Ну ужасным образом Ну типа под классику Ну типа как бы там Какая-то мелодия знакома Ну они же делают Это отвратительно Даже такой контент Можно сделать лучше Ну я молчу Естественно О попсе Которая продвигается Везде и всюду Так что же все-таки Понимаешь Что же не так с Россией И что же все-таки Так получается с Мексикой Что в головах У правительства В первую очередь У бизнесменов Может быть Которые это поддерживают У фондов Которые там функционируют Как это удается Делать там И почему это здесь Невозможно На мой взгляд Как эксперты Или что Ну я не знаю Просто есть такое распоряжение Министерства культуры Она распоряжается Неограниченным количеством бюджета Они должны выполнить Определенный план На год Вот И они просто раскидывают Не всегда правильно Но действительно Раскидывают Большими количествами Двигами На все Культурные проекты Там случайно Лофт филармония не нужна? Конечно Нужна Камерные Ниши тоже Имеются И этим занимаются Есть минус в этом На самом деле В такой политике Это я плавно Притекаю в частные Проекты Потому что Иной раз Народ просто Недоумевает А почему это Мы должны платить За вход Если вот Неделю назад Была серия концертов А через месяц Еще будет А как бы Музыканты Тоже За всего мира Съедутся В чем Прикол Собственно Вот Так что Такая проблема Продюсеры Ну и приходится Решать это К сожалению Популяризации То есть Такой формат Сухой Как концерт Просто Уже не рентабелен Он уже Неликвидный То есть Я прям Представим Мацуева Который приедет С концертом Серьезно Он Дай бог Ползала наберет Серьезно Я верю Я верю тебе Просто у меня вопрос Как бы сразу В догонку А почему нельзя Например Тому же самому Продюсеру Ну как Если это единичный Какой-то концерт Это вообще не имеет смысла Да А если это вот Допустим Как у меня проект Да Это же можно Под какую-то Госпрограмму Очевидно Я к этому и веду Что Популяризация В этом заключается Что нужно Нести какую-то идею Какую-то уникальность Какой-то посыл Обязательно В проекте Как у тебя И тогда Это продается И эта часть бизнеса Тоже Существует Этим занимаются Собственно Бизнес И в Африке бизнес Это понятно Но вот Другая Затронула Тему Госпрограмм Другая сторона Была про фестивали А есть Другое направление Именно На Поддержку Молодых людей И не только музыкантов Это может быть И научная работа И так далее В чем это заключается То есть Абсолютно любой человек Неважно Какие связи Деньги Заслуги Ты можешь Написать Свой проект Создать смету И подать На определенную Госпрограмму И там уже Его добрят Или нет Ты понимаешь Мне сейчас нужно Срочно выходить Из эфира Извини У меня нет времени Я начинаю писать Просто сейчас Потому что Ира написала Замечательный комментарий Что Вова После твоего откровения Все ломанутся в Мексику Там возрастет конкуренция Возникнет Насыщение музыкантами Их востребовое средство Пойдет И все Все превратится в Россию Ира Не переживай Не переживай Я думаю Я думаю Что все-таки Многие Испугаются Другого Континента Другого Контингента И вообще Много Много Там Других Вот Действительно Очень Жалко Ну То есть Общий уровень Культурный Исполнительский Разумеется Ниже Чем В Европе Это Не знаю Можно объяснить Ну Откуда культура От образования Идет Музыкального Образования В Мексике Вообще Нет То есть Систематизированного Стратегически Вот как в России Такого Вообще Нет Чем мне бы Хотелось В принципе В каком-нибудь Будущем Заняться Мне кажется Это очень важно И Интересно Потому что Я наблюдаю за этим Я убежден Что Талант в народе В простом Я вижу Одаренных людей Которые Мальчиков Детей Которые Не имеют Возможность Реализовать Этот потенциал Просто потому что Ну Ехать из страны Они не могут А школ нет То есть Такая дикость происходит У нас высшая школа Есть в столице Куда можно прийти В 18 лет В 20 лет С нуля учиться Вы можете представить Какой результат С этого Можно получить То есть Оттуда идет Ну и в принципе Исторический Какой-то Момент Тоже присутствует То есть Постепенное Накопление Этого культурного Слоя Отсутствует Просто Поэтому Ну поэтому Что Ты знаешь Ты такой пламенной речи Ты на самом деле Как-то вот Очень так покоряешь На самом деле Потому что Во-первых Действительно Но я не скрою Что и до такого Онлайн откровения Я в принципе Была такого Достаточно высокого Мнения О твоих Каких-то Менеджерских Возможностях И главное Я просто не знаю Откуда Вот ты мне уже Говорил об этом Ты знаешь Я тебе открою тайну Сейчас это будет Откровение Абсолютно Для всех Наших зрителей Эфира Но Когда начинаешь Заниматься Менеджментом И продюсированием Есть абсолютно Необъяснимая вещь Некое Шестое Чувство Ну чуйка Да Простым языком Да Я чувствую Какие-то вещи То есть Знаешь Вот ты просто Смотришь на человека Вот он тебе может Даже ничего не говорить Да Бывает так Что ошибаешься Но очень-очень редко И с годами Все реже Просто мне нравится в тебе Что ты Наверное Один из немногих Может быть ты вообще Единственный за все Вот эти вот эфира Кто говорит настолько Откровенно О просветительской нотке Насколько это важно Да То есть ты Ну как бы не стыдишься Об этом сказать При том что понимаешь Многие стыдятся сказать Не потому что Они считают это неважно А потому что Они считают Что Вот если ты хороший пианист Вот ты играешь И все А все остальное Гори синим пламенем У тебя все хорошо Да Как бы пальцы бегают Концерты есть А мне нравится Что тебя все-таки Заботит Не только как бы Ну вот твоя судьба Что это никуда Не денется Понимаешь Это же тебя не делает Да сразу автоматически Каким-то там Не знаю Плохим Или каким-то Не таким пианистом Да И вот это вот Мне очень как бы Цепляет И усиляет надежду Что Если вот с таким настроем Ты все это пройдешь То может быть действительно На той местности Появится какое-то Некое звено Которое Допустим Удастся построить Хотя бы Дать начало Какое-то было бы Действительно здорово Вот Ну это то что Вот в твоем возрасте Есть такие амбиции И самое главное Ты знаешь У меня такой есть Маленький подвопрос Насколько ты вообще Вот на данном этапе жизни Далек или близок Вот по своим знаниям И ощущениям того Как это нужно строить То есть Какими знаниями Нужно обзавестись С чего нужно начинать В этом строительстве С кем нужно дружить С кем мне нужно дружить Вот я побывал На самом деле Совсем на немногих Твоих лекциях В консерватории Но я считаю Что Я не знаю Если это уже существует Или это в процессе Что Тебе обязательно нужно Создать вебинар Я создам В ближайшие дни Посетишь? Ну я имею ввиду Это именно Вот в записи В красивой обертке Потому что Я Наверняка это все-таки Существует Но не как Музыкальный менеджмент Вот И Это очень интересно Это захватывает Я помню Впечатления Которые у меня создавались После Этих двух Двух лекций Которые Но Просто это важно То есть Это может называться Как проект с нуля Например Да? Вот Это ты Кирпичиками Все собрала сама И ты знаешь Все это изнутри Конкретно В московских реалиях Или Если ты знаешь В принципе Про другие Города В том числе Я бы посмотрел Например Ну тогда Велком Тогда я могу Только пригласить Потому что Я чувствую Что Уж если я на самом деле Это сделаю Вот буквально На днях Потому что А что Сейчас такое время Ты знаешь Но все же Как-то креативят Вот Вот я Мне уже даже Тесновато стало Вот в этих Вот Миднайт Лопт онлайн Нет Ну это все Замечательно Да Но хочется же Больше Я могу Больше Я это чувствую Поэтому Да Я думаю Что после После того Как нас выпустят Все начнут строить Проекты И дай это бог Потому что Что культура Сейчас Абсолютно Не агрессивно в плане того, что я понимаю, что ситуация нестандартная, и я не буду в 95-й раз задавать тебе вопрос, как ты относишься к онлайн-концертам, хотя я это уже произнесла, значит, я уже задала этот вопрос. Но, тем не менее, какие онлайн-опции ты считаешь, ну, вот лично для себя, потому что каждый выбирает, в конце концов, сам, ну, самыми привлекательными, самыми гибкими, самыми перспективными, вот, пожалуйста. Я об этом начал сразу же думать, как только это все, вся концертная жизнь прекратилась. Я, конечно же, думал о всяких бизнесах и до, именно музыкальных. Нет, прям гордость, молодец. Нет, но если бы это все состоялось, то то, о чем я думал, в данных условиях бы потерпело полный крах. Так что в данных условиях я считаю, что на самом деле все плохо. Но перспектива, хотя вот в концертах онлайн я знаю людей, которые каким-то образом, не знаю, какие там платформы, не нам известные, сумели как-то даже продавать билеты, то есть за вход на этот онлайн-концерт. Я знаю, о какой платформе ты говоришь. Я знаю, что сейчас активно развивается данная эта тема. Но, ты знаешь, пока что, пока что это все носит такой характер сомнительный. Много они на этом, во-первых, не заработали, а во-вторых, определенный контент и определенный рояль, и желательно определенная техника. Вот это вот сейчас проблема. Ну, опять же, к этому можно приспособиться, но это, по крайней мере, вот очень быстро, буквально за неделю-две люди спохватились. Вот. А перспективу я вижу, по крайней мере, для себя. Мне показалось интересным создавать, вот как вот я здесь сказал про вебинар, онлайн-курсы. Не онлайн, а именно вот записанные курсы по фортепиано, в данном случае, игре. Так, так. Я не знаю, как, но, во всяком случае, нужно решить, какая аудитория-то будет, какая взрослая. А что бы тебе, как ты это видишь? То есть, видео... Поначалу я, конечно, видео. Поначалу я думал, что, ну, знаешь, всякие вот есть минутные ролики, пятиминутные ролики у Барин Бойма, у Ланг-Ланга, всякие вот такие. Ну, это все и он, да, на самом деле. Ну, это все интересно, но именно вот так вот в Инстаграм запостить, и не более. Сделать что-то действительно качественное и полезное. Ну, если это все затянется, то действительно за год, наверное, можно что-то полезное придумать. И это будет работать, на самом деле. Эта ниша постепенно всегда заполнялась, но таким контентом, как, типа, за пять уроков, я вас научу подбирать любую песню. Ну, как бы, этим сниматься я совсем не хочу. Хотя... Ты можешь начинать сейчас, давай засечем тебе 10 дней, я тебе даю на раскрутку 10 дней, я тебе говорю, просто пойдет. Главное правильно завернуть. Хотя это будет иметь ошеломительный успех финансов, я уверен. Но просто я хотел какую-то золотую середину найти. И вот тут главный вопрос, действительно, в каком формате это делать? То есть, разбирать какие-то отдельные произведения, я считаю, что это тоже проигрышно, потому что я по себе знаю, что... Ну, а какой репертуар? Даже возьмем золотой репертуар. Балладу Шопена номер один. Я ее не играл. Из моего окружения никто не играл. А я знаю, что если я увижу мастер-класс с этим произведением, как бы я не хотел послушать конкретного музыканта, я не буду покупать тем более конкретно это произведение. То есть, каждый будет интересоваться конкретно... То есть, суживается аудитория. Это уже нехорошо. То есть, разбирать какие-то пособия для педагогов, или, не знаю, как Тимакин создавал. Не создавал, а есть труд и есть записи. Я в свое время это все пересмотрел. Это тоже непонятно, кому это интересно. То есть, мне было интересно, но это, опять же, насколько будет востребовано, непонятно. Я думаю, что тут есть два решения. Во-первых, напоминаю, что как бы ни одной Москвой живу. Что я хочу этим сказать? Я хочу сказать, что регионы всегда были в более таком, как бы, скромном состоянии. И регионам не хватает вот этих самых видеоуроков. То есть, это не будет смотреть свое окружение. Это будут смотреть те люди, которые не всегда могут иной раз попасть в Москву для того, чтобы какую-то очную ставку получить в мастер-класс, да, от какого-то даже молодого, ну, преподавателя. Да, я уже молчу о каких-то метрах. Это, во-первых, денег совершенно, ну, ты понимаешь, определенных стоят, которые могут быть неподъемны для этих людей. Поэтому видеоуроки, которые будут в любом случае обходиться дешевле, это вариант. Тем более, как бы, да, играющий тренер. Это же вообще моя голубая мечта. Да, я всегда об этом говорю. Молодой, играющий, как бы, который постоянно все в руках жарит. Это же привлекательно с любой точки зрения. То есть, я уже говорю абсолютно как маркетолог, да. Я как бы, ты мне даешь идею, я смотрю на нее просто как на товар, так на продукт. Потом, как бы, харизма, да, человека. Если я сейчас, не знаю, вспомню, ну, я, опять же, да, без имен, есть ряд музыкантов, которые прекрасные музыканты, прекрасные пианисты, но у них настолько вот харизма на нуле, вот просто, ну, категорически на нуле. То есть, ты заставишь даже, ты им текст напишешь, что им нужно сказать, будет два предложения, два слова, будет отврат полный, а потом уже какая-нибудь игра, это неважно. У тебя для того, чтобы воплотить твою идею, даже... Ну, подожди, а как это продавать? Подожди, подожди, давай все по порядку. Мы сначала определим сегмент аудитории, ты все правильно сказал. Вот смотри, значит, первый это регион, второй это то, что это профессиональная аудитория, просто она находится не в Москве, да, или если это Москва, то определенно, как бы, тоже звено, наверное, на которое тебе просто элементарно младше по возрасту, да, скажем так. Потом, это второе звено, очень интересное, о котором часто забывают в Москве, потому что эта тема не совсем якобы популярна. Есть бизнесмены, есть люди, которые белые воротнички, работают в офисах, и у них есть хобби. Они часто играют на рояле. Часто. На даче у них стоят инструменты, которые стоят лучше, чем те, которые стоят у нас в квартире. Ну, то есть, как бы, ой, я сказала это вслух. То есть, я к тому, что люди хотят развиваться душой. Да, их было определенное время не так много. Эта тема не была популярна так, как популярен, например, спорт. Я не спорю. Но эти люди есть, и они хотят, опять же, апгрейдиться, как-то учиться. И в ситуации, когда их преподаватели, которые, например, приходили к ним заниматься, да, или они к ним приходили, они не могут этого делать. И что они делают? Они не лезут в интернет. И в интернете они находят ровным счетом ничего. То есть, максимум, что они могут сделать, они могут поставить запись Рихтера и ужаснуться, что он играет все, например, в безумных темпах. И как бы им эта запись, ну, типа, они покивают. Да, прикольно. Класс. А теперь можно поподробнее, да, можно я записываю помедленнее, вот из этого разряда. То есть, как бы, им бы такие курсы зашли. То есть, как минимум, две крупных очень аудитории я тебе назвала. Дальше. На какой платформе? Это просто, это все правильно. Но каким образом до них достучаться? То есть, на самом деле, аудитория ограничивается количеством подписчиков. То есть, для начала, в данных условиях придется всем развивать свою страничку, прежде чем что-то предлагать людям. Потому что так... Совершенно верно. Но ты же уже начал год назад и успешно начал. Ну, это понятно. Но та категория, о которой ты говоришь, то есть, это либо надо огромные деньги вкладывать, что нереально, да, в реализацию именно маркетингового начала, чтобы это дошло до этих людей. Нет, ну, ты должен понимать, конечно, это временная дистанция. Даже если ты вложишь в это деньги, как бы, не будет щелчком пальцев. Понятное дело. А если в это не вкладывать, тут уже зависит именно от качества контента. Потому что, я не знаю, был ли ты на той лекции, вот сейчас мы и возвращаемся к этому, да. Но, тем не менее, есть такое понятие, как вирусный контент, да, который настолько успешен, что он распространяется по сети, ну, практически самостоятельно. То есть, это сарафанное радио, доведенное до абсолюта, скажем так. Вот. На это рассчитывать не стоит. Но просто многие музыканты искренне считают, что, чтобы они не записали, это не будет настолько гениально, чтобы разойтись. Но поверь мне, мы сейчас находимся на той отметке, когда ты заходишь на YouTube, и вот по нашей теме, ты не можешь ничего найти хорошего. Не по нашей теме, не можешь ничего найти. Потому что классный, хороший контент, ну, не выкладывают на YouTube. Ну, это вам много, на самом деле. Ты ведешь уроки фортепиано, там будет сотни тысяч роликов. Ну, сотни тысяч роликов каких? Вот я посмотрю всю эту сотню тысяч, скажу, ты что, серьезно? Это единственное, что я тебе смогу сказать. Ну, как бы, если ты сравниваешь, в принципе, что дядя Вася сел и сыграл на рояле что-то там одним пальцем, да, я тебе скажу, да, таких роликов действительно очень много. Нет, ну, на самом деле, это много. Ну, во всяком случае, вот это, о чем мы говорим, в этом я вижу потенциал. А других вариантов я пока просто не придумал, не вижу. Ну, подожди, а если зайти с других сторон? Звучала такая тема, которую все почему-то очень сильно игнорируют, как-то так проматывают сразу. Мой друг из Коста-Рики приятно удивился твоему испанскому языку. Пошло, пошло. Да, твой испанск, кстати говоря, если уж мы тут затронули эту тему, это прям, да, интересно, колоритно так. Короче говоря, возвращаемся к нашим баранам. Есть такая опция музыкальной дневники, которую все тут игнорируют, хотя она звучала уже неоднократно. Да, я знаю, от кого она пошла. Слушай, ты такой внимательный, это так приятно вообще. Я тоже знаю, от кого она пошла. Но просто тема действительно интересная, потому что это как артистическая жизнь под каким-то увеличительным стеклом, да. То есть тут ты уже не привязан именно к практике, это как одна из опций, то есть то, как ты занимаешься. Знаешь, ролики в стиле лайфстайл. И мне, кстати, кажется, что тебе это близко, потому что, опять же, ну вот как твоя жизнь, знаешь, построена не в плане того, что что ты делаешь, но понятно, что мы делаем примерно один и тот же набор функций. Но есть люди, эстеты называются, да, которые от всего кайфуют. И как бы каждая часть, каждый вот маленький ритуальчик в их жизни это практически произведение искусства. Ведь всё можно сделать со вкусом или безвкусно. Улавливаешь? Конечно. Просто чтобы это сделать действительно и для профессиональной аудитории, и для непрофессионалов, нужно быть действительно, ну, оснащённым какими-то действительно примочками, блогерскими, чтобы это привлекало. Потому что вот такой вот, ну вот как этот человек пытался делать, мне очень нравилось. Но это нравилось, вот музыкантам нравилось. А иному слушателю, скорее всего, будет просто не очень понятно. И это надо каким-то образом совместить, и это прям определённый талант нужно к этому будет. То есть это всё, что угодно можно сделать талантливо, если уж на то пошло. Ну да, так а кто мешает? Сейчас такое как бы, ну, время для творчества. Слушай, ну я прям вот уже даже заинтриговал ты меня. Я жду этого, я не знаю, чего я жду, я чего-то уже вот жду. И, наверное, вся аудитория ждёт. Ну почему нет? Ну послушай. Ну на рояле как бы все играют, и сейчас всё равно всех концерт заблокировано. Просто есть два варианта развития событий. Вот уже с первым я столкнулась. Я сама не поверила, но я вот чувствую общее настроение, ну такое, спускающееся в чёрную депрессию. То есть многие в этом... Мы не выйдем из карантина. Мы не выйдем из карантина? В ближайшее время я... Ну это могут логическим путём вычислить. То есть в этой стране можно всё на самом деле. Могут и через неделю выпустить. Но только представь, что даже если пойдёт на спад, а пик на самом деле прогнозируют вообще на лето, но даже если вот сейчас пойдёт на спад, и пройдёт время, и спустится до нуля, и останется каких-то там 5-10 заражённых, и выпустить Москву наружу, и представить, что происходит в метро и в общественных местах, это... То есть пока вакцины не будет на самом деле. То есть на самом деле... Свободной жизни прежней. Это просто не скоро будет. Ну может быть... Ну то есть в этом году это очень сложно себе представить, это очень грустно. Хоть я и улыбаюсь. Вот поэтому вот мы об этом и говорим, и спасибо тебе, что собираешь мнение стольких музыкантов. Как дальше жить? Слушай, ну мне кажется, что это такое вот... Я же не даром говорил о терапии, а тут психотерапевтический, во-первых, эффект явный. Ну то есть действительно, просто с людьми нужно общаться, и как бы аудитория... Ну, ещё раз повторю эту фразу. Нас ломает, но мы можем здесь позаниматься. Да, мы не выйдем на сцену, но всё-таки творчество имеет какой-то выход. Люди, которые ходят на концерты, могут до дыр прослушать YouTube, но всё-таки эффект экрана, он тоже имеет место быть. И мне кажется, что сейчас... Нет, просто Вов, знаешь, мне кажется, что сейчас самое главное понять, что каждый из нас всё-таки должен вспомнить, с чего мы начинали. Там, не знаю, такие братья Генштейны, которых я тоже здесь упоминала. Но всё-таки просветительская тема для музыкантов, для поддержания общего духа, ведь у нас дух сильный, как бы, да, мы бойцы по своей натуре. И тот музыкант, который сейчас скажет, что нет, это не так, мы там чувственны, там всё. Это всё понятно. Но на самом деле в каждом из нас есть жёсткий характер, жёсткий стержень. И вот сейчас, мне кажется, самое время его показать. И каждый это сделает пусть по-своему, но тем не менее. Вот. Поэтому мне очень приятно, что в ответку, что вы отзываетесь, что как бы вам нравится, то, что я делаю, и вы в этом принимаете участие, в этом брейнсторинге. Я не сразу это понял, на самом деле. Я поначалу думал, что всё хана, нет концертов, мы абсолютно никому не нужны, зачем вообще, что дальше делать. Вот представить себе любую другую профессию, она продолжает в какой-то степени быть нужна. Вот мы такие. Но на самом деле люди искренне говорят, что вы скрашиваете музыканты наши вечера, что они чувствуют в этом поддержку. Я тебе больше скажу, я сейчас перефразирую, вы скрашиваете наши вечера. Даже от меня это звучит убедительно, понимаешь? Потому что вот сейчас, да, ты остался музыкантом, остался артистом. Если бы ты был не музыкантом и не артистом, тебя бы здесь не было, понимаешь, во всём уважении. То есть я же, я могла бы общаться с твоими друзьями, даже если они не музыканты, очень интересные люди, но это было бы не то. Поэтому я думаю, что очень хорошо, что у тебя такие мысли появились. Я тебе очень благодарна за такие как бы лайфхаки. Слушай, ну а сейчас вот на каком этапе у тебя в принципе YouTube? Сейчас же появилась эта тема как бы раскрутки, ты не принимаешь участие, насколько я знаю, в этом марафоне. Нет, расскажи мне. Я вообще никакого участия в YouTube не принимаю. Это очень-очень плохо. Короче говоря, смотри. Значит, совет от... А, я слышал, что ты делаешь раз. Что-то типа лайк за лайк, да? Да, да. Флешмоб такой. Значит, вы у вас срочно-посрочно. Это все работает, во-первых, могу тебе сказать. Я не буду сейчас в прямом эфире говорить, насколько я в этом успешна. Я в этом успешна. Вот. Я уже практически приблизилась к той самой заветной цифре. Да, понятно, что монетизация будет происходить совсем небольшая, но, тем не менее, в этом есть смысл. Причем тебе для этого даже, если у тебя на канал совсем не раз, это не важно, не имеет никакого значения. Ты можешь потом заливать контент. Ну, то есть даже такие люди, которые просто зарегистрировались, ну, и формально, как бы, они уже начинают подцепить, подписываться. Вообще, очень интересная тема, потому что многие из музыкантов оказываются очень интересными людьми, абсолютно талантливыми, из разных точек мира. И, кстати, со многими было интересно даже обменяться парой-тройкой фраз, получить какие-то даже филбэки. Вот. Ну, это такие-то плюшки, это уже как бы то, что сверх того, потому что, конечно, музыканты обычно так тыкнули своим пальцем, короче, все там, типа, все, дам-дам. Значит, на этом заканчивается любое общение, но я другой человек, поэтому мне кажется, что здесь можно и эту опцию тоже использовать. Вот. Потом, из того, что тоже приходит в голову. А с преподавательской деятельностью как у тебя обстоит дело? Никак. Я за всю жизнь дал, по-моему, один урок. А что было после этого первого урока? Он был настолько удачный, что от меня отказались. Это был кто-то очень маленький или это был кто-то, да, очень маленький? Очень маленький. Ну, ты знаешь, это нормально, потому что преподавать любят совершенно не всем. Вот. Нужно иметь ангельское терпение, поэтому я за пределами, пожалуй, эфира поинтересуюсь, в чем же был замес. Не будем сейчас на это тратить время. Вов, ну, все понятно с твоей, как бы, артической деятельностью. Это все, конечно, классно, но вот такой чисто житейский вопрос. Ну, а помимо музыки, вот что сейчас осталось? Ну, многие занимаются самообразованием, читают книжки, ЗОЖ, там, не знаю, фитнес. Ну, судя по тому, как ты выглядишь, фитнес имеет место быть. И как бы ЗОЖ тоже, по всей видимости. А ну-ка, расскажи, поделись. Он имел место быть. Я вообще это дело люблю. Но в условиях карантина, я думаю, все выяснили, сколько они ходят шагов в среднем в день по приложению в телефоне. Что там, пару тысяч в неделю. Вот так. У меня был такой прискорбный один день, когда мне телефон, видимо, просто телефон в основном лежал на кровати. Естественно, я перемещалась по квартире. И в конце дня это был сюрпризный факт. Мне телефон показал, что мы сегодня прошли 22 шага. я такая... Ну, при том, что обычно, как бы, средний мой такой ценник по шагам это примерно 20 тысяч в день, поэтому... Ну, должно быть как минимум 8-10 в день. Ну, так, советуют, да, по рекомендации. Нет, я в домашних условиях только растяжку делаю, как и то, не каждый день. Вот. Но я уже начинаю ощущать какое-то такое... Вообще, я изначально был очень рад карантину, что не надо никуда выходить, что не надо никуда дергаться, что не надо никуда летать, потому что... Я очень люблю летать, но это утомляет. Так что я был рад поначалу. Сейчас же, вот ты говоришь, мы сильные духом, я начинаю немножко сходить с ума. То есть, я начинаю чуть-чуть мерещаться периферическим взглядом. Я как-то... Ну, то есть, психологическое здоровье вот что нужно сохранить нам. Ну, ты общаешься с друзьями, то есть, как бы, ну, вы общаетесь по видеоконференции, вы ходите в онлайн-парк, или что вы делаете. Я же никуда не выхожу. Я самоизолировался от числа 20 марта, еще до карантина, потому что, ну, под воздействием СМИ я вычувствовал угрозу от внешнего мира и закрылся. И выходил, ну, буквально два-три раза так чисто мусор выкинуть. И то это все копилось, потому что я честный гражданин не выходил из дома. Так что... Когда нас всех еще будут держать заперти, тебя выпустят первого, потому что ты самый чистый. Слушай, не, подожди, а с кем ты находишься на самоизоляции? Ты сам, что ли, сидишь? Ну, был один, вот недавно девушка приехала. Ну вот, ты уже вдвоем, уже не сойдешь с ума. Ну, как, относительно. А, ну, кстати, дальше, да, я поняла. Потому что относительно. Вдвоем еще хорошо. Я обнаружил наличие соседей, о которых только подозревал, понимаешь, орущие дети и родители в ответ. Я выяснил, что тут такая звукоизоляция хорошая, оказывается. Кстати, об этом. На самом деле, о паузе в жизни конкретно мы, студенты, студенты, особо этого не ощущаем, потому что от нас конца или другие учебные заведения требуют всякие отчеты по видеозаписи, как мы занимаемся камерным, например. Все, да? Ты можешь поверить, что у нас прошел час? Скажи честно. 19 секунд. Ну, я бы продолжил. Мы можем выйти договорить просто в другое окно, а здесь мы просто попрощаемся. Сейчас мы вернемся. Не переключайте. Давайте. Ну что ж, всем снова привет. Мы зашли на второй круг. Можете в это поверить или нет. Второй час. Ну, опять же, компания суперская. Время просто пронеслось. Ух, настраиваемся. Так. Ребят, надеюсь, что вам нравится наш диалог, потому что сегодня, конечно, интересно. Продолжаем. Так, Вова, подключаем. Да. Продолжаем. Так вот, консат требует от вас вот этих вот онлайн посещений или чего там он требует? Ну, у нас вообще-то даже лекции есть, проводятся даже по несколько раз в неделю. Так что, ну, в смысле, да, я хожу, я просыпаюсь и иду. Ну, согласись, это очень удобно, то есть, когда ты еще практически спишь. Это потрясающе, потому что я, честно говоря, я мою пол и слушаю лекцию. То есть, поэтому я вижу плюсы, только плюсы. Ну, вообще, в принципе, нам не очень повезло, потому что конкретно у нас голосы висят, и это нам не дает покоя. Это может быть не только когда. Мы не можем со спокойной душой там учить новую программу. Да и заниматься толком не можем, потому что, я здесь сказал, тут нервные соседи, и, думаю, не только у меня. Вот, заниматься особо не получается. Слушай, ну, а вот профессора, они как бы отслушивают как-то по записям, или сейчас вообще об этом вопрос не стоит? То есть, спец никак не проходит или проходит у вас? Ну, так же по записям, и педагог либо присылает видеоотчет, либо просто созванивается. То есть, какая-то документация либо требуется, либо это личная инициатива каких-то вот, какой-то вот нашего деканата, возможно, чтобы это, если что, иметь. Но я знаю, что конкретно по камерному ансамблю консерватории педагогу разрешили аттестовать четыре курса. Просто по видеозаписи. Или просто так, я не уверен. Нас тут не могут аттестовать по определенным причинам. Слушай, поговаривали сначала, что даже если ГОСы перенесут так конкретно, допустим, на конец лета, чтобы брать какой-то реальный промежуток, ну, это еще более-менее хороший сценарий, считается, то, ну, якобы, вот могут созывать комиссию, как-то там рассаживать в очень малом количестве на большом расстоянии друг от друга, по одному, естественно, все выходят, как на обычном гус-экзамене там играют, но то, что касается специальности, более-менее понятен сценарий, а все остальные дисциплины, типа камерного, там я не знаю вообще, как это играть. Вы, ребята, счастливчики, вы попали прям, прям вот как не надо было. Я, на самом деле, не вижу решения, не знаю, как они это смогут как-то устроить. Мне кажется, надо переносить, мне кажется, что ситуация действительно будет такая пугающая, и это никак невозможно сделать по-человечески, ну а как в оффлайне это невозможно, вне в онлайне это сделать невозможно, это можно сделать только в оффлайне, и причем, как бы, это должна быть именно очная ставка, потому что, ну, будет смешно, если пятый курс зачтут как по видеозаписям, бред какой-то. Но я знаю, что в ЦМШ и чуть ли не, я боюсь, конечно, сказать, но, по-моему, даже 11 класс уже принимают онлайн. Я слышала только про вступительный онлайн в ЦМШ, это я читала. И люди не знают, как будут поступать, потому что поступления это в концу не будет. Ну да. Оно должно состояться после нашего ГОСа, в любом случае. Нас надо выпустить. Вообще, поговаривали как-то о том, что вообще без аттестации нас просто по статистике предыдущих зачетов... За слуг, да, так сказать, за слуги перед отечеством. Я не против такого. Это лучше, чем я буду записывать что-то на инструменте, у которого, значит, суженная клавиатура. Слушай, ну а вступительные в аспирантуру у тебя не было? На осень уже. А ты собираешься? Я думал об этом и думаю. Продолжаю. Ну, дело-то хорошее, на самом деле. Ну, по-моему, значит, проездной-то будет, да? Знаешь, нет, я могу тебе рассказать, как ты прошел сквозь это уже, эти жернова. Нет, проездного не будет. Ничего хорошего, на самом деле, не будет. Нет, как бы на выходе самое главное, в том, что для тебя вот очень актуальная информация. Никаких детей в твоей жизни больше, которых учить мне не будет. Будут только взрослые люди, которым, если ты захочешь как-нибудь преподавать, ты сможешь. Вот в этом фишка аспирантура. Нет, ну на самом деле, я буду думать, серьезно, я ничего не решил. Да, думаю. Эта тема, на самом деле, важна, актуальна, но только для тех, естественно, кому это вообще нужно. Потому что, если ты чувствуешь, что тебе это не нужно, то действительно зачем? Рано или поздно это всем будет нужно. Ну, это понимают не все в твоем возрасте. Все об этом очень громко говорят и кричат, но на самом деле, даже те, кто проходит иногда иной раз аспирантуру, они так и не понимают, зачем вообще было это нужно. Знаешь, я говорю о тех людях, которые там на выходе пишут, ну даже вот если взять работу, да, ведь тезис, вот это вот ВКР, там, ну, без пяти минут диссертация, которая может быть диссертация. Это же, как сказать, может быть, никто не любит заниматься именно наукой, да, но ты же сам выбираешь тему, и ты же музыкант. И когда у тебя начинаются там, да, варианты, что типа, а здесь я пишу, а здесь как бы пишут что-то другое, вот это я вообще не понимаю. То есть помимо всех тех плюшек, которые ты получаешь с точки зрения исполнительской, то есть это лишние два года получиться у твоего профессора, да, как бы, то есть накопить какой-то багаж, материал. То есть с тобой, конечно, не носится как со студентом, потому что тебе это уже не нужно, но тем не менее есть какая-то крыша и это поддержка, потому что остаться после пяти курсов вот так вот, ну, не знаю, я не была в такой ситуации, но по моим ощущениям вот после аспирантуры как-то себя чувствуешь немножко иначе. Я вообще всегда вот думала, что нужно продолжать и дальше как-то еще свое образование и думаю об этом. Так что, может быть, может быть, тоже вот эта вот пауза меня подползнет к тому, чтобы сделать какой-то апгрейд у себя тоже. Вообще, очень хорошо, что у нас есть это время именно для обдумывания будущей жизни и как-то вот спокойно все стратегически продумать свое дальнейшее существование. Слушай, Вов, ну, а вот ты говоришь думать, думать, думать. Ну, а какие вот светлые, чисто житейские мысли? Вот ты можешь даже не отвечать конкретно, если что-то такое прям суперлично. Ну, ты вот думал о смысле жизни в этот момент вообще, о том, как нужно жить? Ну, какая-то философия вот в тебе вот такая появлялась, что ты вот понимал, что, например, до этого там что-то не ценил, например, да, какие-то такие вещи или нет? Что ты, например, там, когда общался с определенными людьми, вот нужно было это делать каким-то таким образом, а там, а на самом деле это было вот так. То есть какая-то вот эта переоценка ценности, она проходила или... Конкретно сейчас или в моей жизни? Ну, ну, ты знаешь, я еще пока не доросла до психоаналитик. Вообще, я не буду. Ну, наверное, я к этому... Мы все к этому придем, если это на долго затянется. Но, на самом деле, нет, но позитив заключается в том, что ну, вот ты говорила о саморазвитии. Действительно, вот, если бы не эти госы, я бы точно, вот, у каждого свои, конечно, интересы, я бы точно два-три курса бы начал посещать для себя. Да. И, в принципе, онлайн существовать... Ну, вот, музыкантам, к сожалению, трудно, то есть, онлайн-уроки давать. К сожалению, сейчас это опустилось до ценника типа 400 рублей онлайн-уроки по фортепиано. До такого, к сожалению. То есть, о каком-то существовании реальном. хотя, знаешь, на самом деле в онлайне иной раз сложнее какие-то вещи преподавать. Вот прям какая-то такая, да, совсем чернушная история. Подожди, ну, хорошо, я перефразирую, задам иначе этот вопрос. Что ты сделаешь в первую очередь, когда ты выйдешь, и о чем, вот ты, вот чего тебе категорически просто не хватает, вот прям катастрофически сейчас из реальности? Вот у меня был опросник недавно и мне задали этот вопрос, но я так и не ответил на него. Чего мне не хватает, ну, понимаешь, из-за того, что я сейчас нахожусь как раз на вот этом вот распутье, который мне не отпускает вот студенчество, что вот мне надо срочно закончить, это у меня просто, это всех нас сейчас держит под вешенном состоянии. Это самое ужасное. Если бы там сказали, что госзавтра или гос через три месяца или в декабре, это было бы гораздо больше. Я понимаю. Вот. В этом состоянии, вот конкретно в этом периоде я ни о чем другом в принципе думать не могу, хотя вот такие вот мысли действительно вот иметь какое-то подспорье хотя бы плана о том, я буду продолжать развивать эту идею вот онлайн-курса и после карантина. Потому что я считаю, что это, во-первых, интересно, а во-вторых, действительно, не то, что план Б, это навсегда останется, как и запись диска. Да, безусловно, потому что мне кажется, что в этой сфере вот на нашей такой скользкой дорожке в принципе есть замечательная фраза «нельзя класть яйца в одну корзину». То есть, когда у человека любой другой профессии есть несколько источников дохода, знаешь, ведь иной раз вот сама себя сейчас перебью, но скажу, бывает так, что даже музыканты занимаются каким-то бизнесом, да, вот совершенно сторонне. Почему они это делают? Ну, не потому что там их концерты так мало приносят, но просто вот еще один источник финансирования для себя самого, да, для своей семьи. А здесь вообще можно сделать интересную тему, когда ты находишься в своей сфере просто из-за ситуации, которая вот сейчас возникла, да, люди начинают по-другому немножко мыслить и другие вещи, ну, становятся возможно монетизировать, потому что я вот приводила пример, может быть, ты помнишь из других онлайнов, что у каждого человека есть хобби, есть хобби и его как бы прямая профессия. И иногда вот эти вот вещи, они меняются местами, когда то, что приносило заработок в какой-то момент заблокировано, да, временно, а то, что как бы просто было увлечение, но ты это делаешь хорошо и с удовольствием, вдруг ты применяешь так, что вот как-то можно над этим еще поиметь какие-то деньги. Кстати, вот у тебя вот какие хобби, что тебе сейчас приходит в голову, что могло бы сыграть такую рокировочку? Рокировочку. Если такое вообще есть. ну, что могло бы сыграть, наверное, нет такого, но это вопрос о том, чем бы я занимался, если бы не музыкой, ну, наверное, чем-то типа, ну, я с детства архитектуру люблю, и вот прям не то, чтобы серьезно, но это просто на ребенка не похоже, я реально рисовал чертежи домов, как-то анализировал то, что вижу вокруг, и как-то вот черпал из всяких журналов какие-то идеи, вот, так что, возможно, этим бы я занялся, ну, во-первых, ну, это очередное образование, то есть, не то, чтобы рокировка. Таких хобби... Ну, кстати, а вот другие сферы искусственного, например, там, не знаю, написание чего-то, там, стихи, просто эпистолярный жанр, там, проза, поэзия. Тебе это как? Ты когда-нибудь что-нибудь писал? Нет, никогда не писал. Пытался поэзию писать. Ну, все мы пытались. Не все преуспели, правда, но... Ну, это очень близко, конечно же, музыке, поэтому все пытались. Вот. А так, связанное с искусством, ну, ну, Нет, сложно себе сейчас представить сразу. То есть, скорее всего, рано или поздно я бы дирижированием занялся. Это как дополнительная опция, я понимаю, уже после окончания, окончания. Не совсем дополнительная, я считаю, даже чем-то сложнее, чем исполнительство. Вот. я бы захотел освоить это ремесло. Вот. Хобби-хобби, ну, ну, может быть, так вот смело я бы стал пилотом, возможно. Ух ты! Ого! Ну, как-то с детства, после первого полета моего, я так загорелся, для меня это так было романтично, как-то вот сидеть на штурвал и видеть вокруг себя. А в тебе, кстати говоря, что-то есть от авиатора. Я сейчас его прямо вижу. Это что-то такое. А что в тебе есть такого авиаторского, не могу понять. И возможно. Может быть, прическа? Ну, нет, у него прилизанная была. Совсем вот. Нет, но у тебя какая-то форма есть определенная. Кстати говоря, с такой формой сейчас не все могут похвастаться. Знаешь, это 3 миллиметра могут похвастаться в основном. Вот. Поэтому, видимо, ты и похож на какого-то авиатора. У тебя слишком такой романтичный образ. Ну, понятно. Что-то насчет авиатора. Кинематография. Кинематография, извините. Я не знаю, с какой стороны можно было бы подойти к этой теме, но я так восхищаюсь этим искусством именно с профессиональной точки зрения. У меня, к сожалению, нет знакомых актеров, но мне так интересно интересен бакстейдж. Наверное, как и людям, не знающим, как мы живем. То есть, в нашей жизни тоже бакстейдж никто не знает, чем вообще, как это все происходит. Но мне кажется, актеры всегда гораздо интереснее. И вот из моих увлечений я не знаю, но очень многое знаю об актерах о режиссерах, и о режиссерах. Мне это всегда было очень интересно. И это же... То есть, я киноман, но вот в таком смысле, что я больше времени, чем на просмотр, трачу после просмотра. я читаю о том, как это все создавалось, каким образом, кто имел к этому участие. Невероятно, очень интересно. Слушай, ну, так это же прямая дорожка. Это же практически вот... Я это вижу, как проект сразу, моментально. Ты можешь вот сейчас тоже как бы посмотреть на себя со стороны и снять тот самый бэкстейдж, который не бэкстейдж в прямом смысле этого слова, а бэкстейдж бэкстейджа. Ну, то есть, как бы ты находишься у себя дома, какие-то тоже определенные вещи. И, кстати говоря, вот все я как-то не все упускаю из виду вот эту вот деликатную темку. Готовка. Ты же, наверное, потрясающе готовишь. Сейчас выяснится, как пилот снимает фильм, готовит, играет на рояле. Ну, давай, короче, мы тебя уже продадим просто легко. Но получается, получается, иной раз неплохо, но я ненавижу это делать. Так что я питаюсь в основном как обычный студент рядовой. Ну, теперь мы знаем, зачем девушка приехала. Все, на этом все. Просто нужно было срочно поменять меню, дорогие друзья. Это шутка. Слушай, а, кстати говоря, как ты считаешь, вот в данной ситуации чувство юмора, которое присуще музыкантам, как правило, либо очень хорошее, либо очень плохое, оно помогает? Ну, да, но это еще связано с тем, какая у нас национальность. Потому что у русского человека вообще, он, конечно, не юморной, но он, скорее, с ноткой пессимизма это делает. Чаще всего. Ну, либо самая ирония. И юмор ему как бы помогает как-то еще держаться на плаву. Но это, скорее, со знаком минус. Вот. Если вспомнить тех же мексиканцев, то их просто надо видеть. Это люди, у которых безграничное просто чувство радости. Неважно, в каких они условиях живут, находятся, что с ним случилось, в вурили, работы нет, они будут счастливы. Ну, это с погодными условиями, конечно, связано. Представить только русского человека, который полгода ходит закутанной зимой и который боится минусовой температуры открыть рот. Так что это все, конечно, складывается. Так что юмор, да, конечно же, помогает. Но есть нюансы? Нет, ну слушай, я думаю, что все нормально. Тебе просто русский человек будет еще в два раза больше бояться открыть зимой рот, потому что коронавирус. Как уж и все. Но он и не сможет открыть рот, потому что маски. Кстати говоря, самое смешное, что говорят, что даже если выпустят, это такая просто шутка за 300 сейчас будет. Вернее, это правда. Выпустят же в масках. То есть даже тем людям, то есть мы встретимся нормально вот так вот просто вот. Как? Что это вообще? А я даже задала такое, ну я настолько люблю шутить, я говорю, а если на свидание, то же в маске идешь, как бы все. Я не верю этим. А что тут не верить? Это правда. Ну а как это хочется? Нет, я этим атрибутам не верю. Я не знаю, это ничего не защищает, скорее всего. Да. Ладно, я слышу, что за тобой пришли, и это, видимо, совсем не соседи. Вот, я тебе очень благодарна за эфир. Ну вот, как очень вовремя, чаек. А, понятно. Спасибо за чай. Да. Ну, на самом деле, я тебе благодарна за эфир, потому что мы уже перевыполнили даже план. Правда, нас смотрит все больше и больше людей. Пригласила. В такой формат, Да, мне было очень приятно пообщаться, и на самом деле было очень информативно, правда, и как бы здорово, что ты на позитиве. Да, вот ты говоришь правильно, нам проще гораздо, чем всем остальным, потому что у нас есть эта карантинность, мы с детства к этому привыкаем. Я по себе знаю, что моя жизнь каждый день делилась на до и после этих несчастных 45 минут, что меня заставляли заниматься. Такая добровольно принудительная, да, самоизоляция, как сейчас, да, ну, с годами она становилась, увеличилась и становилась добровольной, но это, в нас это есть. Так что... Ну, слушай, но мы не такие уж и затворники, согласись, когда ты уже позанимаешься, там, 3,3, например, но после старых трех ты такой хотя бы идешь и в парк, хотя бы на людей можешь посмотреть, кофе свой взять, и хорошо, пусть ты социопатом ни с кем не общаешься, стоишь там возле деревьев, от них заряжаешься, и все вот это вот. Я это все хорошо очень знаю. И телефон отрубаешь, и все это в топку выкидываешь, но ты стоишь с кофе, и ты дышишь воздухом. И жизнь прекрасна. А сейчас, кстати говоря, я вот не могу, понимаешь, вот этот свой любимый, понимаешь, пеший маршрут никак как-то реализовать. Ну, звучит, кстати, романтично, пеший маршрут. Да, кстати говоря, знаешь, это у меня был челлендж в прошлом году, я брала телефон, и я отвечала... Да, 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 да. Было такое. Ты смотри, о боже, я начинаю переживать, ты прям помнишь себе мои эфиры. Так, а как тебе это удается? Неужели я так редко снимала? То есть это прям было редко, что ли? Ну, это как-то связано, видимо, с моим навыком смотреть фильмы. Они действительно их смотрят столько, что это у меня... Я их помню все. Ну, скажи честно, а во мне есть черты Спилберга, Сарантино там, я не знаю, кого-нибудь поприличнее? Давай возьмешь, как у меня камера хорошо дорожит в руках. Кстати говоря, в последний раз это та самая продукция. у тебя это хорошо получается. Да. Ну, слушай, это большой комплимент. Нет, я надеюсь, что... Подожди, хорошо, задам тогда провокационный вопрос. Что лучше? Природный пейзаж, когда камера вот так вот подскакивает, и когда я говорю, господи, у меня 3%, 3%, я вижу башню, я не могу до нее дойти, о господи, уже смеркает, я тут одна. И вот эта вот истерика, которая у меня случается при пеших прогулках, ну, это, естественно, бред. Вот. Либо, когда я сижу вот так вот в роли Мидна и Тлофта и общаюсь с людьми в нормальном ключе. Я считаю, что нужно совмещать, потому что я вот смотрел тоже эфиры других людей, которые в ближайшие, то есть, в этот карантин выходили гулять. Если это происходило каждый день, то немножко это надоедало. То есть, если... Но поначалу это было очень интересно. Очень. Вот. А что если совмещать или создать какой-то еще третий формат, да? Не знаю, какой это может быть. Я знаю, какой третий формат. Просто я иду на прогулку, но при этом выхожу в диалоговое окно. Стаси. Периодически разворачивая свою камеру, оставляя свой голос, как бы, но показывая сквозь свое окно пешую прогулку. А, вот такой формат. Романтик. Спасибо за идею. Короче, это все работает. Работает, говорю. Хорошо. Ладно. Все, тогда тебе остается, вернее, мне остается себе пожелать спокойной ночи. Да, и всем нашим зрителям. Да. Ребята, на авто тоже Midnight Loft, и было очень классно, было прям душевно, спасибо за общение, я хотя бы немножко размяла язык, поговорила, так как бы, на наш взгляд. Теперь я не лягу спать, буду сейчас работать, все будет хорошо. Ну, хорошо, на связи, Алиса. Было правда. Спасибо за это. Давай, все, пока-пока. До скорой встречи. Пока. Всем пока, счастливо, счастливо. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,